добрые ночи добрый 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 кто-то сейчас мне написал сказал фатимочка пожалуйста выйдите с добрыми вестями в эфир сейчас я дождусь когда она появится у меня тут а я думаю посмотрит записи ладно мадиночка это все ты спровоцировала я сейчас только закончила эфир в закрытой группы и хроники акаши думаю сейчас там мои разгребают завалы и попредства роднольки май украина мои солнышки на приветствую вас добрый вечер мои родные вот смотрите только вот россия и украина взяли вот эту глобальную миссию миссию изменить миропорядок глобальный миропорядок а вы говорите вот так она все есть мало кто может взять такую ответственность на себя знаете сейчас перелистываю все свои старые видео смотрю записи и я понимаю что говорит здесь какие-то слова такие а вот это да вы это сейчас не придется я слишком много сказала и у меня мои мои люди как у нас бузова любит горит всегда со мной все мои инстасемья все подготовлены все подготовлены за этот период времени если хотя бы любой один из моих эфиров смотрели и я знаю как вы это проживаете вот вас точно не купить не продать меня есть конечно те которых можно купить за нежность любовь заботу но потом быстро приходит себя если это было бы реально подготовлен вы реально у меня очень крутые очень 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 просто даже нет слов и я когда просматриваю ваши комментарии сообщения вот и на ю тубе смотрю все и в соцсетях в реально не задаете вопросы и умеете правильно понимать всю информацию которая до нас доходит вот сейчас конечно был достаточно сложный диалог монолог можно сказать в хрониках акаши в группе закрыты но мне пришлось рассказать как этот порядок рождается еле выдержала чтобы не взорваться тебя чуть раньше понесло это вот завтра такой день и и поэтому и вы все вы все уже знаете смотрите на все что происходит немножко со стороны немножечко наблюдайте смотрите вот просто поймите да вот сейчас сейчас все что происходит ни разу не касается вот просто там россия украина там америка там неважно что да вот просто встретились стихии встретились азии и запад но восток и запада и вот вот эти две красная и синяя энергия мужская и женская вот просто вот этот хаос который заново рождает этот на порядок новый порядок больно ну ничего мы все это пройдем как как говорится нам бы день простоять до ночь продержаться нам бы октябрь и просыпра правдухе пробыть и ноябрь и продержаться как раз переслушиваю эфир хрониках акаши очень мощно надо осмыслить его спасибо огромное всех благ ташечка я делаем делаете экспресс гадания в эфирах до херищей экстрасексов которые делают гадания в эфирах я понимаю что вам это интересно но у меня немножко чуть-чуть другая задача я могу не вопрос потратить время на это что буду выталить интересы вот в таком моменте медалечки себе сюда повесить потому что вау как вы это охрененно сделали вот чем вот потратить время на то чтобы энергию заложить дать и состояние которое вы будете дальше использовать реализовывать в своей жизни передавать своим детям семьям выстраивать все очень правильно делать глобально я думаю это же гораздо круче все как чужое не мое окружение не могу встретить людей которые прошли бы со мной мой путь твой путь будешь проходить только сама вот твой путь будешь проходить только сама каждый проходит свой путь самостоятельно вот даже если вы идете параллельно даже если вы спите вместе даже если вы находитесь в одном пространстве у каждого свой путь вы по одной и той же дороге идете вместе шаг в шаг но у вас указывал свой путь каждый по-своему тебя например 50 килограмм, а у человека рядом с тобой 80 килограмм. Вы ступаете на одну и ту же землю с разным давлением, с разной нагрузкой. Ты меньше чувствуешь острые камушки, а человек, который вес больше за счет своей массы тела, больше чувствует. То есть, понимаешь, это одно и то же, у каждого может складываться даже по-разному. Но если ты говоришь о том, с кем бы ты хотела бы пройти путь, это уже другая история. Все есть, все есть, оглянитесь вокруг, на мгновение остановитесь, сделайте вокруг себя, посмотрите по-другому, другими глазами на все, что происходит. Выстроитесь, будьте вот в этом состоянии духа, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, сейчас офигенное время у всех религиозных конфессий, потому что, когда люди запутываются, когда люди находятся в состоянии паники, они сразу вспоминают все молитвы на всех языках мира. Как я говорю, мы все атеисты до первой тряски в самолете, а потом как тряханет, так все сразу все вспоминаем. Поэтому это исчезло в лучшее время, и, конечно, было бы очень круто, если какие-нибудь духовные, которые, ну, санкционированные, разрешенные духовные, не такие, как и самозванцы, духовные мотиваторы, которые не признаны в обществе, да, вот, но имеются не в обществе, а в государстве, а те, на которых возложена эта власть, начали бы говорить об этом, говорить не с точки зрения, вот, вы бегите в храмы, или пять раз намаз делаете, тогда вы будете спасены. Не от страха, а от любви. Если бы сейчас кто-нибудь начал говорить о том, что все, что происходит, происходит по воле Создателя, и задача каждого из вас остановиться, посмотреть на это, посмотреть на свои прегрешения, или то, что вы считаете своей греховностью, на тот вклад, который вы вложили в себя, в своих детей, что воспитали. Если вы считаете, что где-то были какие-то ошибки, в молитве предстаньте перед Создателем Вселенной и попросите по почвам это все исцелить. Вот это, вот это сработало, мне кажется, гораздо бы лучше, а не извращенные умы, которые начинают воротить неизвестно что. Вот. Вы, если хотите знать, как я, вот, ну, когда говорят же, вот, многим мне не говорят, вы мне умнички, вы мне золотые, вы знаете меня, поэтому вы мне не говорите, а что вы делаете, а что вы своим детям говорите, сказать вам, что я говорю. Я говорю, так, молодежь, мы сегодня собираемся и начинаем вспоминать все, что такое, это экстренные чемоданчики, ну, сейчас они не чемоданчики, а рюкзачки называются, что там должно быть на экстренную ситуацию, если нужно вот так вот так мы попадаем в какие-то экстренные условия. И не потому что что-то должно случиться, а потому что дети должны понимать и осознавать, что если вдруг, не дай бог, куда-нибудь попадут в какие-то обстоятельства, что-нибудь случится, они не будут, извините меня, в штаны ссать или, а что делать, маме позвонить надо, чтобы вот этой херни не было, они должны понимать. В первую очередь, мгновенная реакция на то, чтобы правильно реагировать, изучить пространство, изучить местность, я вот этому учу их. Второй момент, если в таких историях что-то случается, чтобы они знали, где у них лежит экстренный рюкзачок, и они шли в тупую, понимаете, рюкзак непромокаемый, на рюкзаке должен быть фонарик, обязательно который разными цветами, особенно красным может давать еще цвет, и он налобный только фонарик, всегда заряженный, понимаете, делается, он должен висеть прямо на рюкзаке на видном месте, вдруг света не будет, внутри там должно быть все правильно. Вы знаете, вот у меня, зайдите ко мне в кабинете, у меня в кабинете лежат сразу все зарядки, у меня лежит здесь пауэрбанк, и у меня здесь лежит большая сумка. В случае, если экстренно нужно куда-то сорваться, вот я просто вот так загребаю все это, это средство связи, это необходимость, да, у меня всегда все телефоны заряжены, у меня все пауэрбанки заряжены, у меня все наушники заряжены, у меня заряжены все светодиодки, все, что скидываешь, вот это у меня информационная помощь, вот это, этому я учу. Я учу, что у них должно быть в первую очередь, какие маски, какие перчатки, какие средства для первой помощи необходимые, несгораемые там вот эти какие-то на первое время сориентироваться, чтобы по питанию. Да, я такая, я так выросла, и поэтому в экстренных ситуациях и я, и мои дети в любом случае, костер рожащий, все остальное сможем сделать. То есть это навыки, которые вы потратить время должны не на истерику, что делать, да, а на то, чтобы запомнить, в каком месте у вас светодиодиод лежит, чтобы одной рукой взять, скинуть там или забрать с собой, это сделать. Как энергию надо потратить на то, чтобы адаптировать к экстренным ситуациям, как среагировать здесь, кому позвонить в этот момент, как это сделать, что включить. То есть самое элементарное, научить, как останавливать кровь, как дезинфицировать, что необходимо с собой иметь всегда в опечке. Пусть эти 10 пакетиков угля у вас лежит, пусть йод лежит, все остальное лежит. То есть понимаете, маски разные, вот эти, респираторы лежат. Тогда будут спички, вот эти, которые под водой горят, ну, горят под водой. Вот это должно быть, ни плащи, ни продувывайте накидки, которые закрывают от всего. Тогда вы будете спокойны за детей, тогда вы не будете за них переживать, что они у вас моральные инвалиды, что они не могут с собой справиться. Тебе там 50 лет, и у твоего ребенка там 30, а ты за него переживаешь, что он не знает, как жопу подтереть. Ну вот это, да, вот это мы обсуждаем. Вплоть до того, что мы сейчас даже, и я маленький ликбез провожу, опять же, не потому что что-то случится, а они должны в своей голове это знать, возможно, кому-то передать или еще что-то, ну, непросто это может быть, как действовать в случае, там, ядерного взрыва. Техногенного даже может быть, не обязательно такого. Все это, это все логично. В хрониках Аркаши я уже немножко рассказала на эту тему. Вот, поэтому вот это и есть реальность. Тогда вы будете спокойны, когда вы четко знаете. Вот, например, я знаю, так, Алена, помимо того, чтобы схватить сына и бегать по нему с ним по комнатам, она четко знает. В этом месте есть вот это раз, сгребла, забрала, ушла. Есть документы, раз, взяла, в одном месте все лежит, и забрали. То есть это все элементарно. Когда вы что-то знаете, когда вы готовы, может быть, даже к худшему, вы знаете о том, что вы можете в этой ситуации правильно сориентироваться, тогда вы не беспокоитесь. У нас никогда в семье не взращивалось состояние привязанности к вещам. Поэтому, когда вы не привязаны к вещам, я очень много раз об этом говорила, и к брендам, и ко всему остальному. У меня на сегодня, на сегодня, да, девочки хотят, да, девочки хотят. И это хотят, и это хотят. Это нормальная вещь. Это вот, когда ты живешь в определенный период времени, у них нет того опыта, который был у меня, военного. Поэтому они хотят и такие, и свои бренды, бренды, и все остальное. Это нормально. Это нормально, ничего сложного здесь нет. Но, но, привязанности к этому ко всему нет. Страдания, что нужно 5-10 зарплат собрать, чтобы купить сумочку или там какую-нибудь там рубашечку, еще чего-то. Нет. Вот, чтобы вот прям быть зависимым от этого всего. Ничего. Я специально их кидала в разные истории. От дорогой вещи до самой дешевой вещи. Я всегда срезала, как я учила их, я срезала эти лейбы, логотипы, чтобы у них был просто ассоциативный ряд. Вы выбирайте не по цене, вы не выбирайте по тому, там, качество пахнет, не пахнет, есть там или не есть, а вот эта крутизна такая нет. Выбирайте по комфорту, по состоянию, к тактильности, к тактильности, к эфирному телу, к вашему, чтобы было приятно, и функционалу. А потом берите излишки. Потом берите вот это, то, что невозможно носить, как лоботейном не ходить невозможно. Вот. То есть, но есть вещи, которые качественно уважаемы, то есть те, которые могут быть очень полезны. Я не знаю, сейчас говорят, что у нее крыша съехала, немножко другие вещи идут, но у них очень качественные вот эти сапоги на таких платформах специальных. для меня как раз сразу говорят, так, и в грязь, и в мир, и в пир. Вот. Поэтому, когда вы подготавливаете своих детей к любым ситуациям, и не потому, что что-то случится, а потому, что эти навыки должны у них быть, вот, тогда вы за них спокойны, что они могут себя и обезопасить, и выстоять, и сделать. Вот она задача, вот она задача, как это делается. У меня все дети посещали, особенно Дашка, все эти, как их называется, зорницы, все ориентации в лесу и все остальное. Какие лейбы в провинции? Правильно, у вас псевдолейбы. Куда не заглянешь, приедешь в какой-нибудь регион, смотришь, а там на рынок ходят они с этими, с диорами, у них последняя марка Прада. Я там ботиночки Прада смотрела, случайно, опять же. У них ценник, наверное, полтора года работать в провинции, чтобы купить эти ботиночки. Они у них на всех. Ну, как сказать, я не против этого, я очень, я безумно. Мне нравится высокая культура, мне нравится высокий подиум. Ну, то есть вот это предопарты, мне нравится их коллекция, я люблю дизайнеров, мне нравится, что через этот талант проявляется, творчество. Это их вклад в культуру, в нашу красоту, зрительное восприятие. Я вам это могу очень много рассказать об их пользе, но не до нашего фанатизма человеческого, который стяжательством этого занимается. Стяжать мы должны только те знания, которые нам помогают вот на то, что нам необходимо. Вот эти знания должны быть первичны, а всё остальное, опять же, восхищение творением – это одна история. А в зависимости от вот этого материального люди больше всего боятся чего, что куда это всё, а что это всё, да, этим таким трудом добивались, сделали. Просто убрать эту ситуацию. И тогда вам не станет так страшно, конечно, что происходит со всем этим. Так, ладно, это я здесь профилософствовала на тему того, что детей обучать надо. И выстроить с ними свою систему связи. Вот скажите, у кого есть секретные кодики между детьми, там, вопросики, ну, случаи. Ну, знаете, как девочки, когда растут, ты же их обучаешь. Если там что-то такое, ты задаёшь какой-то вопрос, и я понимаю, так, стопэ, надо срочно что-то делать. Не пригодилось, и дай бог не пригодится. Понимаете? Но зато всегда есть понимание, что это так важно. Мультик Алисовская в стороне подсказки от Фатима офигенная. Наряем мной руки, но в большие другого пространства. Вот. Так, мне кто-то там задавал вопрос на тему того, что вот у меня сын, 88-го года рождения, женится. Очень страшно. Что страшно? Что сын женится, или что от вас уходит. Или невестка такая страшная. Чего бояться? Не понравилось? Не подошло? Разведутся. Это не такая страшная история, понимаете? Возможно, я могу быть здесь немножко жёсткой, потому что ко мне уровень обращения страшности гораздо высок, чем просто сын женится. Радуйтесь за него. Отдайте его в надёжные руки, и пусть он там сам разберётся. В 88-го года рождения точно знает, где выпуклость, а где выпуклость. И всё у него случится. Мамка там не нужна. Добрый вечер. Вы как-то давали ответ на вопрос, могу ли я получить на... Ещё раз, вернут ли моему предприятию то, что незаконно отобрали. Благодарю вас. Если я давала ответ, то, знаете, они со временем ответы не меняются. Да, даже предсказания могут изменяться в зависимости от тех точек колоссальных, которых делаются. Например, вы, наверное, все знаете историю, да, по одним из предсказаний, что когда будет разрушен дом матери, дом матери, то тогда в следующий её праздник будет глобальное событие принято. До 15-го, вы все помните, то ли марта, то ли апреля, собор Парижской Богоматери спалили. И с того момента как раз начались вот эти все перетурбации. И потом на каждое событие, на её дату, Богоматери, я имею в виду, происходили яркие события, важные события. Яркость – это не всегда хорошо или плохо, просто важные события. И вот на 21 сентября у нас тоже произошло определённое информационное событие. Вот такое происходит. Тем более все, кто живёт в России, прекрасно понимают о том, что с момента разрушения царской России мы попали под опеку Богородицы. И все эти годы она нас курировала. Я, если кто не был на моих эфирах и не знает эту историю, сейчас я о ней говорить точно не буду, но только напомню некоторые факты. В самые критические моменты. Для нашей страны была такая картина, что выносили икону Богородицы. Проявлялась Казанская Божья Матерь в 1917 году в Казани. Потом в годы войны Владимирскую, Казанскую и Иверскую, по одной из легенд, Сталин сказал, что вокруг Москвы три круга сделать. То есть там почитание энергии идёт достаточно сильно. А также, как и воспоминания пророчества Богоматери, только это пророчество Фатимы называется, 1917 года. Два из них были вскрыты, и третьи никак не вскрывали. Говорят, оно присочилось, сейчас о нём знают. Но оно касается России. Поэтому очень многие вещи знаково проходят. С одной стороны, предсказательность сбывается, а с другой стороны, оно трансформируется, как только бывает принято определенные уровни решения. Неизвестное меняется, добавляется, и вот всё начинает делаться. Но всё, что должно быть, это всё должно случиться. Всё будет. Так, узаконим ли мы отношения с моим МЧО? МЧО, молодым человеком. Ярослава. Ну что, давайте, пойдёмте пробежимся к вопросу. А в смысле, а в чём проблема? В чём проблема узаконить отношения? Ты хочешь, он не хочет. Вот этот факт, который могут решить два человека, для этого не надо подключать в небесную канцелярию. Ну, по своей сути, если брать. Вы идёте, вы в отношениях, вы должны это узаконить и решить. Либо да, либо нет. А если ты спрашиваешь об этом узаконим или нет, значит, он чего-то не хочет, или он на что-то не решается, и ты в этом сомневаешься. Если идут какие-то сомнения, значит, здесь уже вопрос в ваших личных взаимоотношениях. Да? И даже если вы узаконите, это не решит глобальность ваших, ну, как говорится, обменом информациями и энергиями. У вас нет никакой опасности в ваших нынешних отношениях, но вы слишком долго ходите в дураках. Оба причём. Причём оба. И такое ощущение, каждый боится остаться в дураках. Отдельно, но вы сейчас оба ходите в дураках. У вас нет никаких запретов на узаконим или отношениях и никаких таких историй, которые бы вам кто-нибудь сказал, у вас кармический брак, вам старый строжащий, надо зарегистрироваться. Нет, это чисто человеческий факт. Надо просто взять, поговорить, обняться и сказать, слушай, пошли. Или сказать, ну, можно это сделать, давай хоть дату определим, там, через год, через два. Вот. Но, по своей сути, если вы уже находитесь в отношениях, ну, зарегистрируйтесь, кому-то, может, легче станет от этого. Я думаю, что обоим. Уровень ответственности распределится. Так. У меня были, но сейчас недоступен. Не знаю, о чём вы сейчас. Стоит ли говорить о повышении должности, прошла курс повышения квалификации, Наталья. Наташа, говорим, говорим сейчас все об изменениях должностных инструкций, должности, всего остального. Если ты чувствуешь внутри себя потенциал, а ты козерожка, упёрта, чувствуешь потенциал. Сейчас нужны люди. Везде будет востребованность. Не только сейчас Министерство обороны меняет свои ресурсы, это ещё не до конца. Не до конца. Скоро узнаем. Вот. Сейчас нужны будут везде люди нормальные, с духом, с характером, с новым видением, с новым мышлением. У нас проблема была, потому что вот эти старенькие, я же видео делала, помните, про выборы, да? Говорю, отдыхайте, у вас шопинься позволяет, дайте молодёжи выйти. Они будут нужны на момент вот этого всего изменения, миропорядка. Поэтому, если есть потенциал, вперёд из песни. И говорить, и двигаться. В одно место не дали по старым каким-то историям, не пустили, кто-то там что-то там начал на себя перетягивать и делал, поверь мне, если ты готова к тому, чтобы взять ответственность за что-то новое, а это должность, это инструкции новое, новое введение, то оно обязательно случится. Знаете, какой период настанет? Такой период настанет, когда верхи будут вниз орать. Люди, кто понимает в экономике в новой, иди сюда, люди. А кто знает, как вот это сделать? Иди сюда. Потому что все вот эти, которые там сидят, либо они боятся что-то новое сделать, пусть будет так, лишь бы ничего не менять, очкошники я их называю. Вот. Либо другие те, которые, да, у нас всё хорошо, всё сделано, быстро отчёты сдали. То есть они уже, их время умерли. Всё. Они умерли. Они просто об этом не все знают. Вот. И поэтому, когда наступает вот это время, для чего я это период времени говорила? Занимайтесь, учитесь. Потому что вы понадобитесь ровно в какой-то момент времени. Срочно будут нужны те, кто по-современному это умеет моделировать и делать. И готов ещё брать ответственность, идти вперёд. Поэтому я даже вот, даже смотреть не хочу, а надо это делать. Неожиданные моменты в жизни могут стать для тебя глубоко ожидаемыми. И ещё есть один из моментов. Не проходите мимо храма. И у тебя будет выбор. Выбор даже с должностью. И вот здесь тебе нужно не ошибнуться. Я специально сказала, так, если там русофобы, русоведы сидят. Вот. А смотри, выбор будет, вроде бы одинаковые должности, но потенциал твоей реализации, он может быть разный. А вот одна из них будет, блин, так я её хотела. Вот там не будет того статуса, где может быть денег больше, может быть статус какой-то там тебе кажется. Она в какой-то момент времени может быть не в приоритете, не в статусе, не в важности. Вот посмотри. И знаешь, какой выбор? Я не могу тебе сказать то ли это. Может, ты и то, и то будешь хотеть. Выбор нужно будет сделать. Вот сюда ручку положить, сердце, не понимаешь, зашла в храм, как-то, говорят, не в храм. Зажгла свечку, поставила, так, говорит, помогите мне принять правильное решение. Неверующая, не веришь там ни иконам, ничего. Просто зашла и сказала, так, силы небесные. А они есть, в этом ты не сомневаюсь. Помогите мне сделать правильное решение. Всё. И вперёд из песни. Наташа, я рядом. Так, что у нас здесь? Эликсир молодости пьём? Да, нет. Фильтры. Так, расплата. Да-да-да-да-да-да, такое тоже бывает. Елена, 23 года, когда буду бабушкой. Лена, я понимаю, что я на короткой ноге в небесной канцелярии. Вот, ну не до такой степени, чтобы прям ходить и говорить, когда там Леночка бабушка станет. Они же мне такую петицию вышлют, знаешь как, по пунктам. Знаешь, а это сделала, это у неё было, это вот так, вот так, вот так. А вообще, зачем ей это? Это же сын решает. Леночка, я очень, конечно, бы хотела, чтобы испытали вот эту радость. Не боль. Есть боль, кто испытывает, не материнство, а бабушкинизма. Вот. Хотела, чтобы вы поняли, что такое вот это счастье быть бабушкой. Вот. Но в данном случае вопрос заключается в том, что это наши дети. Мы должны были, вот если мы хотим там муков, мы должны были в них это вложить, чтобы в них это было в кайф, в сознании, в понимании. И они готовы были ответственность взять именно за рождение, потомство. И этим осчастливить нас. Мы же не можем за них. Вот я хочу быть бабушкой, а они, ну, дети не хотят. Но я же не могу насильно это сделать. И вот эти все истории, когда ты замуж выйдешь, когда ты ребенка родишь, ну, это уже архаизм, это другая история. Это важно, это очень важно. Но это так зависит от нас, когда мы вкладываем это в своих собственных детей, чтобы у них не было страха брать ответственность за семью, рожать детей. Не было бы этого страха, была любовь, радость, и это было бы в состоянии нам бабушкой. Знаете, хочу вам сказать следующее. Вот вы мне сейчас задаете, да, когда вы станете бабушкой, я бы сказала другое. Попробуйте, пожалуйста, вычистить все магическое, которое было в вашей жизни. Все, что делали лично вы, возможно, где-то были неверные, вам казалось, благие ритуалы. Вот, вам нужно убрать ту магию, которую сделали вы. Слово магия – это не обязательно порча или еще что-то. А иногда магия – это насильственная помощь. Это когда вы становитесь и говорите, я так хочу стать бабушкой, пусть мой сын или дочка родит. Я хочу это, вы понимаете, да, пусть. То есть вы давали как бы форму насилия. Я с любовью и благодарностью приму дар быть бабушкой, бабушкой. И если есть на это воля Всевышнего, и если есть на это план души моих детей, с любовью и благодарностью приму. И это случится. И это уже хороший знак. Дайте, пожалуйста, совет. Декабрь 75-го. Благодарю заранее. Переживания за что-то материальное, за какие-то денежные истории, за какие-то долговые вещи, они вас тянут вниз. Если вам дать совет, то этот совет такой. Вы настолько можете облегчить ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, только понимая и перестроив свое мышление, голову, отношение к той ситуации, в которой есть, это только с деньгами связано. С другими, пожалуйста, делайте, что хотите. Мне сказано будет через таро передать вам. Вы ушли, знаете, как, из огня до вполыми. Вы ушли далеко от того места, где вы слышите напрямую советы, советы Бога, через ангелов, советы пространства. Чуть-чуть, уже ничего не страшно, еще можно. Просто разворачиваемся и говорить, я очень хочу слышать, я очень хочу слышать свое высшее, я очень хочу слышать свою душу, и развернуться в этом направлении. Вот это самый большой совет, который я могу вам дать на сегодня. Марина, боже ты мой, любимка моя, я не смогу сориентироваться. Ты у нас пришелец из будущего, 2995 года рождения. Охренеть, а в те годы тоже будет 26 февраля, там не сделали равные все циклы, не поменяли календарь? Расскажи так и нам, что у нас там как и происходит, любимка. Не, на самом деле, когда встречаешься иногда в пространстве с людьми из будущего, там, конечно же, другие энергоресурсы, энергопонимание, иногда даже охреневание. Так, ладно, Мариночка, совет тебе. Совет тебе. Смотри, ты приняла какое-то решение. Это было чуть-чуть раньше. Ты это решение приняла, знаешь, как вот стояла, вот у тебя, представь, да, был нож, ну, меч, 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 меч. Мне не нравится, когда мне волосы торчат. Вот, был меч, ты стояла с ним, вся кипела, вот на нагреве, ну, этот, и понимаешь, что ты сама взяла меч, воткнула и вокруг не выдержалась. Да, вот такие события жизни были, обстоятельства, ты сама так решила. И в какой-то момент времени тебя вот все задолбало, все тебя задолбали вокруг тебя, уже все надоели, ты взяла его, вытащила, как скалибор, разрубила все. Да, пойди, ну, пропадам, я хочу какой-то своей, новой. Я вот какое-то решение-то приняла, ты его приняла немножко сгоряча, ты его приняла, сделав больно рядом людям, ты отрезала то, что не надо было отрезать. Они не виноватые, я не виноватая, я сама себе подкнула в это место, ты сама остановилась. И получается, что сейчас, с одной стороны, ты понимаешь, что решение принято, и ты понимаешь то, что ты немножко свободна, не сожалея о том, что ты сделала, но уже не вернуть. Если ты это сделала, это был твой порыв, в этот момент времени, у тебя так складывались эмоции, состояния, мозги, ты потратишь столько энергии для того, чтобы заниматься самобичеванием, а заниматься самобичеванием никому не рекомендую, вот, тебе сейчас нужно только одно. Так, разгрузилась, разгрузилась, может быть, где-то лишка дала, вот, собраться, и вот теперь уже вот с этим мечом, но в духе, все делать аккуратно по полочкам. И ровненько-ровненько эти, не нагружаться заново, не искать чего-то из прошлого, того, что ты уже отрезала. У тебя сейчас ты отрезала по своей сути, приняла такое внутри себя решение, тебе только нужно действовать. Приняла решение, действуй до конца. А то это, знаешь, как называется, горая-горая, все там ввязались, а теперь обратно идти, ну, неправильно, надо как-то вперед идти и как-то правильное решение принимать. Вот у тебя такая же история, все у тебя получится. Решаются ли мои проблемы с наследством? Они всегда решаются, когда-то чему-то бывает конец, там такой геморрой, там такая нервность. Вот, если вы считаете, что у вас сейчас проблемы с наследством, вы еще даже до пика не дошли. Там еще такое будет интересное. Но, это, знаете, как говорят, события, которые там происходят, они очень тяжелые кармически, но все решится хорошо. Это вам тоже ответ. Так оно и получится. Приветствую всех, привет. Шутница мудрая. А что делать? Ну, если что делать? Люблю. Обожаю я вас. Я вас очень-очень-очень люблю, и мне действительно очень приятно то, что у меня, вот, вы есть, и вы все думающие. Даже если есть те, которые в чем-то не согласны, которые, а что она там говорит? Блин, я хотела вначале сказать, что вы там выпендриваетесь, а потом сказали, блин, как круто. Теперь засыпает с моими эфирами. Спасибо вам за ответную реакцию. Благодарю вас. Так, такая проблема у дочки, анорексия. Можете ли вы помочь ей с этой проблемой? Солнышко мое, как только у детей, у девчонок возникает анорексия, срочно ищите хорошего психиатра. Никакие психологи ей не помогут. Не помогут. Еще надо знать, какая стадия анорексии. Психиатры, они должны проводить с ними комплексное лечение. И посмотрите, на какой стадии. Главное, не допустите нарушения обменных процессов, биологических обменных процессов в мозгу. Они могут быть невозвратными. Да, я занималась, у меня был опыт, это моя Оля Каштабаженова, она с битвы. Я ей занималась, и все, что можно было сделать. И мой психиатр занимался, не мой личный, а моя поздно знакомая, и привели ее в порядок. Не обратимые процессы остались. Но жизнь, вес, все наладилось. Поэтому, солнышки мои, я готова ей мозги вставить. Но это нужна личная встреча. Я готова выстроить, я готова показать ей, я готова заразить ее вот этим всем. Готова провести эту работу. Это очень сложная работа, кстати. Но здесь нужна коррекция. Нужно обязательно с врачами просматривать биохимию и обстоятельства жизни. Помощь по телефону – это то же самое, что обед по радио. Дядя умер в 33, отец в 63, брат в 53. Если какая-то закономерность. Закономерность, какая может быть закономерность? Только что троечки у них. В этом закономерность. Есть закономерность, люди рождаются, они умирают. Но вот дядя и брат 20 лет разница. Ну, то есть не совсем я могу понять. Люди умирают, люди рождаются. Если вот давайте так, мы спросим, есть ли действительно закономерность, или это просто какое-то… А в чем совпадение? Вы знаете, детей рожают, между каждыми детьми бывает определенная разница в возрасте. Есть ли закономерность? У меня было 10 лет разница между братом и сестрой. А ей там было 44, ему 54. А они оба в аварию попали и умерли. А есть ли какая-то такая закономерность, что у них были четверки на концах? Ну, это глупость, да? Сейчас я посмотрю. Может, действительно есть что-то, что вы чувствуете, есть ли какая-то история закономерности в этом все время? Обращайтесь, зацикливаться на это нет никакой необходимости. Но есть одна речь, которую я бы вам сказала. В роду по мужской линии были созданы все условия для того, чтобы они духовно росли, то есть для того, чтобы они внутри себя раскрыли потенциал. Кто-то в роду не до конца раскрыл духовный потенциал. Вот иногда бывает, это священники в роду, или те, кто нес истинную какое-то слово. Либо это бывает имамы. И что-то не так сделали, и вот они пытаются через них передать что-то, для того, чтобы изменили ход жизни, чтобы что-то делали правильно, не совершали те ошибки, которые другие совершали. Возможно, эта информация понадобится передать. Это кому-то, кто у вас в роду еще там есть. А может быть, будет. Но это не так сложно, не так страшно. Здесь самая главная задача, чтобы те, кто потомки, честно делали то, что чувствуют, сердцем решали. Вот сердцем, сердцем решайте. Любите, любите, не изменяйте, не предавайте любви. Вот это могу вам передать. Благодарю. Спасибо, солнышки. Да, много было. А вы, вы говорите, я не осталась не участна, когда была там соленкая история. А хотите, я вам другое хочу сказать. Это отдельно надо делать. Эфир вообще. Все, что касается телевизионных проектов, это очень сложная система. Как телевизионщик, я могу сказать. Никому не интересна из вас будет история. Вы же, вот кто не придет ко мне, все говорят, ой, по мне нужно фильмы снимать. Ой, история моей жизни, книги достойна. Потому что для вас, ваша жизнь, она кардинальна. Вот вообще пипец пипецовский. Потому что скажут, что одной жизни не хватит прожить то, что я прожила. Или у всех же сложно. Увы, все время, знаете, только свою боль, то, что вы проживаете. И всегда у вас круче херовия, чем у другого херовия. Поэтому, что касается телевизионных проектов, необходимо было к тому, что проявлялась в жизни, было, как оно есть, давать немножко оценочности другую, чтобы это было понятно каждому, чтобы было какое-то определенное усугубление. Самое большее, чем вы можете вмешиваться, это, в первую очередь, любовь, поддержка. Вот это нужно делать. И самый еще один элемент, каким-то образом стараться так научать детей, чтобы они не попадали в эти ситуации. Вот это самое сложное у родителей. Гораздо легче сказать, «Слышь, нахера мне вот этот твой выясним, у него там в роду не все в порядке с энергией жизни-то, и тебе зачем это? У вас будет то-то, то-то, то-то». Ну, сказала это, как жук по другу кто. Понимаете? Вот это «пффф». И ничего, потому что пока они не проживут по собственному, не почувствуют, не придут к вам за советом, или же честно не скажут, «Я не разбираюсь, я не... Мама, помоги!» Все остальные, как об стенку горох будет. Поэтому вот так. Сын с невестой, поэтому сегодня разъехались. Я не знаю, почему они разъехались. Поэтому, ну, разъехались, бывает такое. Видите, колесница, дорога прям. Знаете, это как называется, как коса на камень, на что белое и черное. И вот они вроде в одном направлении поехали, но каждый в своем. При такой картине, можно сказать так, не договорились. Знаете? Не договорились. Бывает такое состояние, говорят об одном и том же, но не договариваются. Еще кто-то друг другу уступить не может. Говнеца по насобирали друг против друга. Одна собирала, а другой отбивался. Но когда отбивался, весь испачкался. И вот они на равных, эта история. Дайте им спокойно пробыть это состояние. Агрессия и зло побеждают во вселенском масштабе. Знаете, я вам найду очень крутую метаморфозу, актер один сделал, прикольную, классную. и я спрошу его разрешение разместить это у себя. Охрененно сказал, охрененно сделал. Это наподобие фильма «Адвокат дьявола», где этот дьявол говорит, я все предупреждаю, я все вам объясняю, вы сами делаете этот выбор. И вот то же самое, не нужно никакому дьяволу, демону или еще кому-то что-то, стараться здесь где-то негатив или агрессию делать. Уже все делают это люди. Максимум, максимум. Все, что можно было, было дано. А чем больше дано, тем больше, как говорится, жиру бесится. И вот чем больше разрешено, тем больше порождается всего. То есть ничего уже не надо делать. Это просто настолько критическая масса вот этого всего агрессии и зла накоплена. Об этом мы говорим в закрытой группе, там я прям схемы рисовала на эту тему, что уже вселенная вынуждена да пошли вы нахер и выливает нам обратно это. Сами делал, сами разгребайтесь. Вот. И не то, что кто-то побеждает. Как можно победить, если у тебя внутри вот эта злость и агрессия, которая не дает тебе возможности на злость и агрессию тоже, это же такое качество, которым ты можешь мотивироваться, ты можешь что-то сделать более полезное. Вот иногда, знаете, я вот помню, не могла вот реально разрубить, знаете, вот этот, надо было костер разжигать, это на острове было, и вот у меня колотушка такая, блин, я ее и так ломаю, и так ни хера не получается, пацанов нету, они пошли на соревнования, там все, блин, мне так нужно было разозлиться, я так разозлилась в агрессию, что я так разнесла потом вот этот пенек, что мне огонь быстро зажегся, щепочки были, то есть ничего нигде не побеждает, побеждает лишь только то, что мы делаем. так, пинок для жизни, для жизни пинок, Светочка, тебе дала мать, когда тебя выплюнула, знаешь, как это называется, обратно не засунешь, вот он твой плевок, плевок и пинок в жизни, все, а дальше уже, как говорится, крутитесь как можете, солнышко, я тебя поздравляю с днем рождения, оно у тебя было, весеночек-то мой, роднулинкин, красотулинкин, именно в твой период времени, именно вот в этот период, и день рождения я, Аленки, и день рождения Русланчика, твое, Путина, вот в этот период времени у нас происходит главное событие, у нас вот этот хаос, вот это безумие, которое вам кажется, у нас в этот момент меняется все, поэтому, родная, принимай правильную энергию, до 20-го числа у тебя еще день рождения, 12 дней, 12 месяцев, как ты будешь проходить, вот они, напитывай каждый свой день, от дня рождения с событиями, новыми информациями, тем, что ты хочешь получить, как дары в себе, усидчивайся, умение быстро адаптироваться в ситуации, новые знания, правильно просто выстроиться, быть полезным для себя и для общества, быстро пиши для себя, это твое день рождения, это тебе бесплатная подсказка, которая у меня стоит денег там на сайте, и тебе будь в празднике, будь в радости, ну весеночек, тебе балансировать в говно и в красоту не нужно, тебе вот нужно сейчас просто сбалансированно пройти это время, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, с днем рождения, назвала дочку, Аминочка, Аминочка, солнышко, Амишенька маленькая моя, Аминь, микрофончик классный, словно брюш, а я специально красную сделала, чтобы не потерялась, так, ух ты, как побежали, это шо у меня был, зависал интернет что ли, что со мной по здоровью, врачи не могут найти причину, врачи могут найти все, врачи могут найти все, и если вам говорят, что не могут найти, значит, это не только психосоматика, это то, что находится у вас внутри, и этот вклад должны отыскать только лично вы сами, прям записывайте, стреляет в левом ухе, в этот момент времени дергается нога, сделайте сама, то есть, есть история жизни, историю жизни никто не пишет, все пишут, история болезни, вот начните хотя бы историю болезни, вы пишите, здесь болит, здесь такое-то время, здесь ела жирное, здесь стало вот это, утром началось, не помогает, смотрите, день недели, перед полнолунием всегда у меня такие-то, такие-то, такие, давление повышается, это то-то-то, проанализируйте себя, изучите себя, откуда врачам знать, что вы есть, если вы сами себя не знаете, изучите, на что вы реагируете, какие есть возможности, проблема, если вы хотите понимать, посмотрите, что у вас происходило в отношении с женской женщиной в роду, мамой, старшей сестрой, если она есть, и тетями, ну, старше вас чуть-чуть, и посмотрите, что они заложили в ваши мозги, где, в каком период времени, в детстве говорили о каких-то вещах, чьи-то чужие истории болезней, у вас есть какая-то фантомная история, поищите ее. Так, что мне поможет быстрее закрыть ипотеку? Деньги. Правильные расчеты, правильное ведение истории, у вас все получится, не спешите, не спешите быстрее что-то делать, а то успеете. Делайте так, как оно идет, вы просто нервничаете за это все истории, вот, пусть оно идет, так как оно идет, ровно сложится тогда, когда будет необходимо, возможно что-то поменяется. И еще, я же у вас здесь еще и полезности даю, да, просмотрите, какие у вас условия по ипотеке, иногда бывает выгоднее не тело кредита загрешать, иногда бывает выгоднее загрешать срок кредита, вот, посмотрите немножко, у вас все получится, не бойтесь, это ваша голова немножко переживает за это. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, совет личной жизни, 74-й год, 28-й июня, совет личной жизни, перестаньте заниматься магией и слушать своих подруг, сестер или кого-то. Магия, опять же, это у вас есть энергия, которая преобразуется, когда вы что-то желаете, пишите записочки, съедаете их, там, под кроватку, под подушку кладете. Если для других это игровая форма, намерение и взаимодействия с пространством, и которые исполняются, там, и все это складывается, то у вас есть внутри энергия, она больше такая родовая, магическая, да, кто-то там занимался чем-то, вот, то получается, что что бы вы ни сделали, вы считаете, вы сами делаете магический ритуал, а за магический ритуал нужно, вот если вы понимаете это, нести ответственность и принимать его как то, что это ваша работа, либо там уже откупаться, я же просто не знаю, куда вы лезете и с каким энергомиром вы взаимодействуете, везде должен быть баланс, либо у вас пропуск должен быть, знаете, как это, когда машина проезжает на платном пункте приема, у нее есть картридер, это какая-то карточка, там, да, проезжаешь, и у тебя все считывается, то есть ты уже за все заплатила и проезжаешь спокойно, вот у меня такая карточка межпространственная, да, и я могу ходить, и коды доступа есть, вот, а у вас получается, что у вас нет куда доступа, но вы как-то туда пролазите за счет прошлых каких-то связей, и из-за этого у вас энергодолг скапливается, поэтому не слушайте никого, не занимайтесь магическими историями, желательно сделать какое-то такое искупление, опять же, не руки, крови резать и все остальное, а искупление в душе, через молитву, через медитацию, через прошение, личностно, и тогда, тогда у вас картинка откроется, открытие магазина, помрет торговля или нет, торговля не помрет никогда, бог торговли, меркурий, меркурий, они же вообще-то, они все, все, что в жизни есть, все покупается, продается, все, поэтому бог торговли не умрет, и торговля не умрет, а если вы говорите, ваш бизнес, ваше детище, вот, открывать, не открывать, делать или не делать, для вас лично, знаете, что я хочу вам сказать, у вас уже все, если как вы написали, уже померло, то есть уже все закончилось, знаете, это если кран перекрыть, вода, остатки воды еще будут течь, вот у вас вот такая история, уже давно, где-то что-то запламировало, заблокировалось, уже давно было принято решение, уже давно это надоело вам, но вы никак это, знаете, еще не осознали, что нужно как-то что-то менять, что-то трансформировать, что-то делать по-другому, может быть, не в этом месте, может быть, не этот товар, может быть, что-то по-другому делать, а вот то, что вот сейчас есть, и ничего, если не менять, то кран закрылся, остатки вот эти водички доходят, когда-то они закончатся, я думаю, ответ вы получили, что принесет переезд, надо ли переезжать, Юля, ну вы сейчас как-то церпом по яйцам, ну сейчас же в этот период времени, кто сейчас спрашивает о том, что переезжать или не переезжать, если вы внутри страны, то это еще ладно, переезжать не надо, для вас переезд необходим, как полная трансформация, полная точка перемена, если вы готовы полностью, знаете как, не решая новые проблемы старыми методами, если ты готова полностью решать по-новому, новый имидж, новое мышление, новый бизнес, новая работа, профессия, все, что делать по-новому, то для тебя созрели все перемены, потому что старая форма для тебя уже умерла, и тебе сейчас судьбоносно начинать что-то новое, если ты не переезжаешь, то в какой-то момент времени ты почувствуешь, знаешь, лучше пожалеть о том, что ты сделала, чем пожалеть о том, что ты не сделала, и если ты сейчас этого не сделаешь, у тебя будут потери эти, потери энергии, потери денег, потери состояния, потери мечты, надежды, а здесь неизвестно, как оно еще родиться, сделать единственное, что один из моментов, Если это касается глобального переезда, перемещения, как убегания от разрушения, то оно неизбежно приведет к самому разрушению, неважно через что. Вот здесь вопрос задаем внутри себя. Если вы, вылечит ли моя дочь от анорексии, если вы приложите к этому усилию, у нее есть все на это шансы. И в первую очередь она должна этого хотеть. Есть шанс. Вот смотрите, как дар небесный и даст вам праздник. Есть шанс. Но она должна этого хотеть. Вы знаете, какие они противные, а? Они врут на каждом шагу. Да-да-да, я буду тренироваться, да-да-да, я буду кушать. Да вы что, вы такая классная, спасибо вам огромное. Под затыльник не долбанешь, что ты врешь-то, а? Вы как мать верите. А на самом деле они врут и вам, и всем остальным. У них одна такая история. Поэтому я ей говорю, здесь нужна помощь. И ее огромное, огромное желание. Тогда будет. У вас есть все шансы. У нее есть все шансы. Мало того, она еще и сможет другим помогать. Вот, любимки, роднольки, я вас обожаю, люблю, целую. Вот так, вот так, вот так, вот так. Нежно, 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 нежно с вами. Из минусов делаем плюсы. В своей голове. И находим пути решения, возможности для решения любых ситуаций, а не причины. Причины находят их дохренища. Это не модно, давайте так сделаем. Люблю, целую. Писать лучше на WhatsApp, пока его не отключили. Рабочего телефона, все в таплинге. Люблю, благодарю, целую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...